В студии с выпуском новостей Меркедрасов. Здравствуйте. Одеяло, пледы и кофты теперь можно убирать на полку. Все жители города получили отопление. Однако некоторые проблемы с подачей тепла все же существуют. Какие узнавала наша съемочная группа. В городе Кумертау продолжается разворот системы теплоснабжения. В настоящее время возможность подключения к системе получили почти все жители города. Во всех домах запустили отопление. У нас прошло отопление все в срок, все нормально, без каких-либо каузусов. Сейчас отрабатываются заявки по ликвидации воздушных пробок. Это частично и уже в каждой квартире, постоячно. А в целом запуск прошел хорошо. По информации теплосетей, в этом году в соответствии с нормативами отопительный сезон в городе начался 15 сентября. В первую очередь получили тепло объекты муниципальной бюджетной сферы. Детские сады, больницы, поликлиники и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. А с 4 октября началось подключение многоквартирных жилых домов. В многоэтажных домах начался пуск с 4 октября. Именно на нашем участке начался пуск тепла с 5 октября. На нашем обслуживании находятся 42 жилых дома. И во всех уже дали отопление? Да, именно во всех домах дали отопление. Разворот системы теплоснабжения города проходит по графику. Кроме того, специалисты также напомнили собственникам жилья, что если в их квартирах не работает один или несколько стояков отопления, то необходимо обращаться в управляющую организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, для регулирования системы отопления дома. Но бывают и другие экстренные случаи. Так, по адресу Гуфури 28, во время запуска отопления произошел порыв тепловой системы. В некоторых домах, более старых, более ветхих, у нас происходит во время запуска порыв тепловой системы отопления. Вот эти дома с верхней разводкой, у нас поэтому пришлось на чердаке менять частично сгоны, сгоны вентиля. Поэтому приходится работать, допоздна работают наши люди. Вы сами понимаете, лето прошло, и кое-кто в квартирах меняли свои частично разводку свою по квартирам, радиаторы. Поэтому потревожили где-то систему, и поэтому происходят протечки, вот такие аварийные ситуации. Но ничего страшного, мы с этим справимся. Это не единственная проблема подачи тепла. Основная же – отсутствие жителей последних этажей многоквартирного дома. Хозяев таких квартир нет дома, из-за этого страдают соседи по подъезду. Но самая большая проблема – это попасть на пятые этажи наших жилых домов. Что вот когда мы производим запуск, мы все стараемся через все системы информации людям сообщать, что придите, кто живет на пятых этажах, и у кого стоят краны Маевского на системе центрального отопления, появитесь домой, чтобы мы не разыскивали через паспортные столы, через милицию, чтобы пришли, спустили воздух, и соседям хорошо, и соседи довольны, и нам, как говорится, меньше забот, и хлопот, и люди будут с теплом. Подача тепла продолжается. Осталось подключить к системе теплоснабжения административные здания и предприятия города. Меры по профилактике гриппа должны быть приняты до начала подъема заболеваемости простудными и вирусными инфекциями. Об этом говорили на совещании, которое провела заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Делать прививку от гриппа или нет? Ежегодно население стоит перед выбором. Мнения неоднозначны. С одной стороны, нужно защитить организм от возможной болезни, с другой, есть сомнения, не принесет ли прививка вред. Специалисты же уверяют, вакцинация является единственным способом защиты от вируса. Вопросы, связанные с профилактикой заболеваемости гриппом, обсудили в администрации города совместно с медицинскими работниками и представителями санитарно-эпидемиологической службы. Инфекция гриппа ежегодно меняется, поэтому нет сомнений в том, что медики, инфекционисты работают ежегодно и предлагают всему населению быть привитыми от очередной модификации вируса гриппа. В этом году для предотвращения эпидемии нужно привить 40% населения, отмечают специалисты Роспотребнадзора. На сегодня вакцинации охвачено порядка 25%. В основном это люди, входящие в так называемую группу риска. Это медицинские работники, специалисты сферы образования, дети. На данный момент за счет средств федерального бюджета по группам риска у нас привито 16 330 человек. Это люди, которые включены в национальный календарь профилактических прививок. Всего выделено из федерального бюджета 19 880 вакцин. У нас имеются рекомендации о том, что отчисленности населения для предотвращения эпидемии необходимо привить 40% отчисленности населения. Люди, не входящие в группу риска, прививаются за счет собственных средств или организованы от предприятий и учреждений. Прививку необходимо делать в медицинском учреждении, имеющем право на проведение такой процедуры, к примеру, в городской поликлинике, поскольку вакцины требуют специальных условий хранения и транспортировки. Заместитель главного врача Рима Нигматулина отметил, что применяемые вакцины включают в себя все актуальные штаммы вирусов гриппа. Прививки можно делать в сентябре-октябре. За 2-3 недели организм должен выработать иммунитет. Кроме всего прочего, участники совещания обсудили и схему работы образовательных учреждений в период возможной эпидемии. В городском ЗАГСе состоялось чествование золотых и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. Это мероприятие, ставшее добрым обычаем, символизирует сохранение взаимной любви, верности и семьи. Во все времена семейные отношения являлись символом самого лучшего – веры, надежды и любви. Эти чувства вдохновляют людей, помогают в достижении цели и становятся смыслом жизни. Для семейных пар, сумевших на протяжении многих лет сохранять преданность и уважение друг к другу, сотрудниками ЗАГСа было подготовлено торжественное чествование. Уважаемые юбиляры, сердечно поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни – юбилеем семьи. Вашему прекрасному семейному союзу исполнилось 50 и 60 лет. Любовь и взаимное уважение, терпение и преданность друг другу помогли вам достойно идти по жизненному пути. Традиционный вальс поколений исполнили герои мероприятия, вспомнив прошедшие годы – светлые моменты семейной жизни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дети Ваши точно так же признались вам всем любимым. Мы сегодня признаемся вам любимым. Спасибо вам большое, что у нас есть. Золотые наши родители. Поздравляем. Поздравляем. Самый золотой богатый. Спасибо. Спасибо вам, да. За все, скажем, за все, что вы нам делаете. Самое главное – вам здоровья. И подольше оставаться с нами, пусть мы молодыми, красивыми, энергичными. Мы вас учим. Укрепление семейных устоев, сохранение верности в отношениях и взаимной любви невозможно без совместных усилий. Это нелегкий труд. Медалями за любовь и верность были награждены пять семейных пар, проживших в браке 50 лет, и семья бриллиантовых юбиляров, проживших вместе 60 лет. Очень-очень нам всем приятно. Мы даже не ожидали, что это будет такой вот светлый момент в нашей жизни. Мы очень рады, всех благодарим, всем считаем здоровье, всем хотим, чтобы в семье все было очень хорошо. Как пронести взаимное уважение и чувство через всю жизнь? И в чем секрет сохранения семейных отношений? Исчерпывающий ответ на этот вопрос могут дать, конечно же, бриллиантовые юбиляры. Семья, прожившая в браке больше полувека. В дружбе и в любви. Терпение большое. Терпение – это вообще надо железное. Потому что тяжело женщине, конечно. Надежда Николая Логиновой прожили в браке 60 лет. Молодому поколению они пожелали прежде всего терпения, любви и преданности друг другу. Нужно терпеть и при этом мудрость иметь. Такую, чтобы сказала, ну ладно, перетерпи там, где-нибудь слезу пусти и опять живи. Но нельзя же детей-то все-таки оставлять одиноких. Сотрудники ЗАГСа с удовольствием приглашают и чествуют юбиляров несколько раз в год. И каждый раз мероприятие проходит в теплой и душевной обстановке. Они вспоминали свои годы, когда они только познакомились. Очень интересные истории они нам рассказали. Все было прекрасно. И вот что хочу сказать. У них знакомство делилось у кого-то два дня, у кого-то два месяца. Самый большой – это было там шесть месяцев. Они увидели друг друга, встретились, повстречались, понравились друг другу и поженились. И вот рука об руку они живут 50 и 60 лет вместе. И, конечно же, у наших юбиляров сегодня на глазах были слезы и радости. 11 октября Башкортостан отмечает День Республики. По этому случаю во всех городах и районах пройдут торжества. В Кумертау сегодня был дан старт праздничным мероприятиям. Подробнее о торжественном событии в репортаже Константина Меркушева. Сегодня город Кумертау отмечает один из главных государственных праздников – День Республики. Торжественное событие началось с открытия процедурного кабинета в микрорайоне Восточный. На открытии присутствовали первые лица города Кумертау. Почетное право разрезать красную ленту предоставилось исполняющему обязанности главы администрации Борису Беляеву, председателю Совета городского округа Олегу Астахову и главному специалисту по сестринскому делу Министерства здравоохранения Ирине Засыпкиной. Силами строительной фирмы «Акрополь» и работников больницы был произведен ремонт помещений. Теперь к услугам жителей ежедневно будет работать забор крови для анализов, процедурный кабинет и прием врача по неотложной помощи. К врачу-терапевту можно будет обратиться с острым заболеванием, а также с обострением хронического заболевания. После открытия процедурного кабинета делегация направилась в дворец угольщиков. Именно там развернулось главное торжество. Показательные выступления кадетов перед входом и выстроенный живой коридор произвел большое впечатление на гостей. В фойе официальных лиц уже встречал фольклорный коллектив народными танцами и песнями. Гости из города Баймака также представили картинную галерею. Мы очень рады, что отделка пригласила нас на этот праздник. Люди здесь очень приветливые, открытые. Мы представляем выставку картин художника-живописца Забира Тувалева. Глядя на эти работы, мы видим, какой край у нас красивый. И мы рады поздравить всех горожан этого чудесного города с этим замечательным, удивительным праздником. Давайте, друзья мои, почаще выезжать на природу, наблюдать, радоваться и быть в гармонии с ней. В единстве наша сила. Во все времена единение народа было, есть и будет. Эта знаменательная дата имеет особое значение для всех жителей республики. Это все народы, мы дружно живем в этой стране, в этой республике. Мы все как одна семья, в единстве. По-моему, вот наше единство, дружба – это очень большой успех нашей республики. В зале – руководители, представители трудовых коллективов, организации и предприятий города. Почетные граждане, ветераны, руководители общественных, политических, религиозных организаций. С праздником всех собравшихся поздравил исполняющий обязанности главы администрации Борис Беляев. В преддверии государственного праздника республики Башкортостан желаю всем нам здоровья, семейного благополучия, успехов в реализации наших планов. Поздравляю вас с праздником, мира и добра всем жителям республики. За поздравительную речью следует приятная миссия награждения. Медалью славы и честью первой степени Русско-Православной Церкви удостоился Борис Владимирович Беляев. Умные аплодисменты! Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, в программе которого самые яркие и красочные номера творческих коллективов. Время, послеюремя, недельское время, нам надоели клички-постей, почти советы. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Осень – отличное время для посадки саженцев. Работа – это интересно, тем более для детей. Свои первые деревья высадили сегодня учащиеся 13-й начальной школы. Организаторы приурочили мероприятие к Дню Республики. Учащиеся 13-й начальной школы имени Мухаммеда Искужина этот день запомнят надолго. Они стали участниками экологической акции по посадке саженцев. О неравнодушном отношении к природе ребятам и другим горожанам будут напоминать деревья. Мероприятие приурочено ко Дню Республики. Решение об озеленении территории 13-й школы было принято Исполкома Курулта и Башкир. Экологическая акция проводится Исполкома Курулта и Башкир ежегодно. Это наше традиционное мероприятие. И мы его посвящаем всегда Дню Республики, чтобы наша республика процветала. И ежегодно мы сажаем деревья в разных учебных заведениях, детских садах. Мы сажали в Башкирской республиканской гимназии номер 3, в детском саду номер 8 Айгуль. И в этом году мы решили подсадить красивые деревца в начальной школе номер 13 имени Мухаммеда Искужина. Посадочный материал для проведения акций предоставлен администрации города и инстанции юных натуралистов. Экологи считают, что акция организована своевременно. Пришкольный участок нуждался в обновлении. Мы посчитали, что поскольку здесь в основном преобладают березы на территории этой школы, что необходимо, ну и тем более они уже зрелого возраста достаточно, пораженные даже некоторые деревья водянкой на сегодняшний день. Поэтому посчитали, что необходимо восполнять постепенно вот эти угасающие, скажем так, деревья. Соответственно, из этих соображений мы приготовили именно саженцы березы в первую очередь, в большем количестве. Ну и, конечно же, для декора, так скажем, для украшения территории необходимые рябины. Ребята вместе со взрослыми посадили десятки берез и рябин. Одни подносили саженцы, другие копали лунки, третьи носили воду. На помощь младшим школьникам пришли и старшие товарищи из Башкирской республиканской гимназии номер 3. Айнур Кадимов когда-то учился здесь в начальных классах. Он говорит, что очень приятно приходить в родную школу и совершать полезные дела. Я охотно вместе с друзьями пришел в эту школу, чтобы помочь нашим маленьким друзьям, нашим учителям и Курултаю. Это все делается на пользу, так как мы помогаем природе, сажая эти маленькие деревца. И также показываем пример нашим маленьким ребятам. Рады проведению акции и хозяева учебного заведения. Территория, имея зеленые насаждения, с годами не утратит свою красоту. Тем более, что школа находится в центре города. Такое объединяющее мероприятие. Все с удовольствием пришли, никто не отказывал. И наша школа красивая, территория ухоженная. Но мы бы хотели, чтобы она была еще лучше, еще краше. И чтобы мы все гордились нашей школой. Учащиеся и педагоги 13-й начальной школы обещали организаторам акции ухаживать за саженцами. В завершении мероприятия традиционные фото на память. Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев. Новости. Ну и в завершении выпуска о спорте. В столице Башкортостана прошли соревнования по греко-римской борьбе. Турнир собрал более 200 сильнейших спортсменов России и Казахстана. Кумертау представляли лучшие борцы. Как прошли соревнования, расскажет мой коллега Константин Меркушев. Город Уфа принял всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Бормана. 31-й по счету форум. И в 31-й раз выводит атлетов на парад мастер спорта по греко-римской борьбе Рафис Садыков. Но эти соревнования для него особенные. Легендарный борец отмечает день рождения. 31 год мы проводим этот турнир. И 31 раз я ввожу этот парад. Мне вдвойне отрадно, что этот парад я еще ввожу в свой день рождения. Такое бывает один раз в жизни, наверное. Я очень горд. Увидел своих однополчан, с кем мы боролись, занимались, были на сборах. И вот среди них есть и олимпийские чемпионы, чемпионы мира и игры. На состязание в Уфу приехал действительно солидный состав спортсменов. В столицу Башкортостана съехали спортсмены со всей России. Более 200 борцов из 14 регионов пытались выявить лучшего. В их числе и борцы с нашего города. Братья Валитовые выступали в категории 60 килограмм. Близнецы отметили хорошую готовность перед турниром. В связи с этим и удачное выступление. Подготовка у нас летом два сбора было. Мы готовились к этому турниру. Хотели победить. Но три первых места с Башкортостана хорошо. Подготовка хорошая была. Перед соревнованием надо больше отдыхать, больше кроссов, бегать. Сильно нагружаться нельзя. И вот готовились. Тренера хорошие подготовили. Чувствовала себя хорошо на соревновании. Фанис завоевал серебряную медаль чемпионата. Проиграв лишь в финале чемпиону Европы, спортсмену из Татарии. Страха такого ничего, мандража не было. Просто ошибки именно с технической стороны. Отмечу, его брат Фадис на следующем турнире, который проходил во Владимире, стал чемпионом и вошел в состав сборной России. Но вернемся в Уфу. По словам тренеров детской и юношкой спортивной школы, организация была на высоком уровне. В большинстве благодаря трехкратному победителю Олимпийских игр Александру Карелину. Он поддерживает этот вид борьбы по всей России. Соревнования прошли на высоком уровне, на хорошем, потому что присутствовал сам Александр Александрович Карелин. Был почетным гостем этого турнира. Соревнования прошли очень хорошо. Мне понравились. Это не только всероссийский турнир, это равносильно международного турнира. Были мастера международного класса. В каждой весовой категории было не менее пяти мастеров спорта. Поэтому на колбайбе очень сильный был. Приезд многократного победителя мировых европейских турниров неспроста. Как говорилось ранее, Александр Карелин поддерживает и развивает спорт в разных уголках страны. Он встретился со спортсменами и поделился своими успехами. Дисциплина – мать любой победы. Поэтому все и вся начинается с одного, с самого первого шага. Когда ты проснулся и на вызов организма полежать, немножко понежиться, отвечаешь тем, кто встаешь, делаешь первый шаг с кровати и становишься намного сильнее, тем тем, кто предполагает, если он полежать, понежиться. Ясно? Нет? Поэтому все, что вы предполагаете достичь в жизни, находится в ваших руках. Возвращаясь к нашим борцам, хочется поздравить с достигнутыми результатами, а также пожелать им дальнейших успехов как на российской, так и на международной аренах. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация о выпуске. Отличных вам выходных и до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова